Байкальский заповедник Байкальский заповедник Алтачейский заказник находится вдалеке от Байкала На склонах Заганского хребта, куда не долетают влажные байкальские ветра Этот район связан с озером лишь водными артериями Ручьями и речушками бассейна реки Селинги, главного притока Байкала Одна из них, Алташа, дала название заказники Большая часть территории покрыта лесами, в основном сосновыми барами Они выглядят как после большой уборки, чисто и пусто Апрель только сошел снег, нет еще ни перелетных птиц, ни насекомых Ниже по склонам гор начинаются бескрайние степи за Байкалью Где-то в этих местах состоялось первое сражение Чингисхана Да и сейчас, здесь не так уж спокойно, как может показаться на первый взгляд Заказник был передан заповеднику недавно В нем до сих пор действуют несколько другие правила Например, здесь разрешено рубить лес Только почему-то стволы, которые вывозят отсюда, обгоревшие На кордоне сразу обращает на себя внимание одиноко стоящая печь После передачи заказника заповеднику в 2011 году Законы охраны стали жестче Зверья в этих лесах всегда водилось в изобилии А значит и желающих на них поохотиться Кто-то из задержанных в отместку сжег избу Инспекторы пока живут во временных вагончиках И с сожалению вспоминают о том доме Добротный был Но ладно дом Пожар перекинулся на деревья Толстые стволы сгорели до пеньков От кипящей смолы лопалась кора Можно только представить, что здесь творилось Несколько дней сотрудники заповедника во главе со старшим госинспектором Сергеем Гурьяновичем Трасиковым Боролись с огнем Пожар в итоге удалось потушить Но сотни гектаров леса сгорело Песчаная почва, сухой континентальный климат Делают тайгу Забайкалья очень уязвимой для огня Особенно сейчас весной, когда нет зелени А сосны горят как хворост Дым, застилающий горизонт, нередок в эти дни Тут не нужно рук злоумышленников Достаточно малейшей неосторожности Леса выгорают на огромных пространствах Потом стволы выкорчевывают Проводят борозды и делают посадки Причем вручную Каждый росток, каждую сосенку Но сколько пройдет времени, прежде чем эти росточки превратятся во взрослые деревья Сейчас лесорубы убирают мертвый лес возле кордона Горелые стволы отвозят на картонную фабрику А на вырубках тут же появляется компания первоцветов Вообще леса только на первый взгляд кажутся пустыми Если встать рано утром, можно увидеть одно из удивительнейших действий весенней природы Ночуют глухари на деревьях Там же могут начать петь Ночуют глухари на деревьях Но одной песни, чтобы приворожить самку, мало Необходим земельный участок Пусть небольшой, но свой Здесь глухарь будет ждать самку И отбиваться от нападок всех, кто посягнет на его собственность Глухари обычно выбирают площадку с бугорком И поднимаются на него, как на сцену Отсюда его лучше видно и слышно Он хорошо подготовился к выступлению Ярко-красные брови, распушенный хвост Песня глухаря, помимо слышимых нами звуков Состоит еще из инфразвуков Они разносятся дальше и могут привлечь больше поклонниц Но глухарки прилетят не скоро Они появятся на токовище только через неделю или две после начала тока А пока петухи ходят одни И с каждым днем их напряжение растет Увидев поблизости соперника, глухарь бросается в бой В Забайкале живут два подвида глухаря Обыкновенный и каменный Оба атакуют на одних таковищах и сражаются за тех же самок Сейчас обыкновенный глухарь с более длинным и светлым клювом Нападает на каменного Каменный и по размеру чуть меньше Но в обиду себя не даст Обыкновенному приходится отступить Всем своим видом он показывает, что еще вернется А победитель начинает петь Каменные глухари, в отличие от обыкновенных, почти не издают точащих звуков Этот, видимо, помесь Потому что небольшое искрежетание в его пении есть По утверждению охотника Из-за такой особенности пения Каменные глухари меньше глохнут во время тока И подобраться к ним куда сложнее В то время как глухари поют в лесу На открытых площадках проходит ток у их родственников Тетеревов Их еще называют косачами За характерный изгиб хвоста в виде косы Тетерева мельче и более подвижны На этом току битвы не прекращаются Каждый воюет с каждым Но именно у них происходит то, о чем глухари пока только мечтают Чуть пригрело солнце Как на их таковище прилетела самка Но разгоряченные в битвах самцы даже растерялись Они словно не знают, как с ней обращаться В итоге пробежав все таковище Самка упорхнула Немного расстроившись Самцы вернулись к своим дракам Ток длится примерно до 10-11 часов Птицы сильно устают Днем они будут кормиться и набираться сил до следующего утра Так будет продолжаться несколько недель Инспекторы Валтачея водят любой вид транспорта очень быстро Пассажирам остается надеяться на опыт водителей Сергей Гурьянович родился в этих краях 25 лет работает в заказнике Знает здесь каждый поворот, а то и дерево Другие два инспектора, работающих в заказнике, его сыновья, которых он привозил в лес еще детьми Сегодня со старшим сыном Сергеем Сергей Гурьянович отправился развозить соль на солонцы Делается это раз в год весной Потому что после зимы Животные особенно нуждаются в минеральной подкормке А видите, когда сверху оставляешь соль, она белеет Они боятся подходить первое время Делаешь отверстие Соль засыпаешь, она почва просаливается И они потом ее с землей кидают А ну как в земле еще микроэлементы есть Вот в такие ямы превращаются солонцы после долгого использования Как постамент остался Когда они его объедят до конца, чтобы выдернуть Какой популярностью у зверей пользуются солонцы Можно увидеть по кадрам с фотоловушек Да практически все Сейчас он, видите, и кабан находил Лешку сделал Здесь прям и косуля ходит, и изюбрь Зайцы бывают на солонце Тоже соль требуется Частенько приезжаешь, смотришь, набегали Дети же маленькие едят Что-то же не хватает, говорят Всего в заказнике больше 30 солонцов Для диких зверей, чью жизнь нельзя назвать легкой и комфортной Они заменяют курорты Здесь можно пополнить организм минеральными солями Принять ванны и пообщаться между собой Однако места эти привлекают к себе и хищников Выше в горах весь лес словно окутан розовым дымом Это зацвел рододен Драндаурский, который в народе называют багульником Но и в таких красивейших местах разыгрываются драмы Ну вот и волчьи давка недалеко от солонца Согла задрали самца-косули Скорее всего сверху, поэтому как раз в волоку По прошлому году они его видры Потому что на рогах еще шерсть осталась Весной, начало лета, видимо, с караулили С караулили Цветущий рододендрон – символ весны волтачея Впрочем, как и перемены погоды Снег шел сутки без перерыва Он принес новые хлопоты сторожу дяде Яше Но все же был встречен инспекторами с радостью Стоявшая сушь грозила новыми пожарами Теперь какое-то время можно об этом не беспокоиться Но мы не знаем, обрадовался ли снегу багульник И как отнеслись к возвращению зимы глухари У которых ток в самом разгаре Субтитры создавал DimaTorzok Кажется, снег нисколько не помешал глухарям Птицы они местные К перепадам температуры привычные Наоборот, холод только раззадорил их Еще один поединок тех же соперников Обыкновенного и каменного глухаря Только в зимних условиях Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас, когда еще не прилетели самки Драться всерьез смысла особого нет Петухи понимают, что пора бы расходиться Но нужно это сделать так Чтобы соперник не заподозрил в трусости Помереть, где же ты? Утяжи, где же ты? Ввинец Продолжение следует... Снег держался недолго. Через день температура поднялась до плюс 20. Солнце на глазах растопило снег. Подснежники полностью оправдали свое название и пережили белый плен без малейших потерь. А вот снежная баба стояла недолго. Весна вернулась. Животные, которых мы видели в Алтачее, в основном местные жители. Скоро эти леса ждут большие перемены. Стайки перелетных птиц уже появляются в небе. Впрочем, встретимся мы с ними уже не здесь, а на другой территории, охраняемой заповедником.